Всем привет! Начинаю свою серию влогов, потому что скоро сентябрь, и их надо включаться уже, можно сказать, в рабочий режим в плане съемки видео. Я сейчас в Киеве, но еще вчера была в Одессе. Сейчас вам ставлю кусочек маленький, покажу. Была всего лишь два дня там, и оставила там маму с Демидом, Ника, в лагере, и она приезжает послезавтра, я ее заберу, мне еще заливают пол, в общем, все постепенно. Смотрите, как она видела. Не, наоборот. Развлекуха для детей. Мы на пляже от Рада. Тут их много раз, мы выбрали это, уходили, маме больше понравилось. Мы вот там взяли кровать, думали взять шатер, но там нет тонка, я хочу хотя бы чуть-чуть подыграть, поэтому взяли кровать и решили остаться на целый день. Сегодня, получается, второй день в Одессе, но первый день на пляже, потому что вчера мы приехали, и на пляж, ну, как бы, на пляж пошли, но просто прогуляться не пугать. В него просто руки длиннее у Александра. Рот закрывай. Рот закрывай. Понял. Опа, ты голодая рыць, а я кобачок я не. Выплевывай. За тобой акула. Ты вообще держи роз закрытый. Носом дыши. Носом дыши. Рот закрытый. Лена не видно. За мешком. Сколько. Сколько игрушек. Это из кого? Какой ты молодец ты, мужчина. Он застеснялся. Конечно. Конечно. Можем молодец ориентировать. Конечно. Можем молодец ориентировать. Сегодня взяли кровать уже со шторками вип-бунгало, чтобы удобнее было спать, малому. Бой-два. Ты сейчас. Офигеть закат, какой красивый. Супер. И так. Я в Одессу возвращаюсь буквально через пару дней. Почему? Потому что сейчас у меня идет стройка. У меня заливается пол. Делается стяжка. Сейчас я вам покажу. Чуть-чуть. Вот. Специальная машина. И уже полдома сделали. Но не все так хорошо было. Сейчас уже все хорошо, но было не очень. Предыдущий влог вы смотрели, это про свадьбу брата. На следующий день был второй день. И на второй день произошла неприятность. Такая прям нехорошая неприятность. Но уже, слава богу, все в порядке. Сначала думала, что вообще капец, катастрофа. Но, как говорится, на детях все быстро заживает. Смотрите, что же произошло. А я уже старая и буду. Выходит после наркоза. Сказали, хорошо. Хорошо, сказали сыновья. Всем привет. Мы в больнице. Димит у нас главный герой. Но уже все хорошо. Слава богу. И спасибо вам огромное за все ваши пожелания. Их такое количество. И все такие искренние в инстаграме. Просто. Спасибо большое. Что случилось, кто не в курсе? На второй день после свадьбы. То есть второй день свадьбы. Мы поехали на природу. Все действие происходило на природе в беседке. И детвора бегала, игралась. Играли в прятки. Ну, малой, самый маленький, естественно, бежал. Подбегая к беседке, а порог падает и челюстью. Что такое? Я хочу кучать. Сейчас я дам. Я же тебе скажу, сейчас дам. Это как бы проблема. Сейчас объясню почему. Вау. Падает. Ударяется челюстью. У него выворачиваются зубы вместе с деснами. Крови. Принес мне вкусняшку. Чтобы я ему дала. И, в общем, не буду вдаваться в подробности. Сказали, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы он остался с зубами. Вот. То надо зубы вставлять обратно в десн. Это надо делать все под общим наркозом. И крепить это все пластинкой такой. И болтиками к шестеркам прикручивать. И так ходить несколько месяцев. И только через 3-4 месяца можно будет понять, прижились зубки или нет. Сейчас питание исключительно через трубочку. Вот. Здесь тут творожная, можно сказать, масса. Которую можно давать туда за щечки, чтобы он не жевал. То есть ему нельзя жевать вообще ничего. Только все протертое через блендер. Это второй день. То есть это было вчера. Сегодня уже все нормально. Вчера после наркоза я очень-очень переживала. Мы с мамой рыдали, когда под операционной. В общем, когда малой там был. Потому что, если честно, я очень боялась наркоза. Он маленький, здоровый ребенок. Но я же не знаю, как отреагирует организм на наркоз. Как он выйдет из наркоза. Он, кстати, тяжело выходил, плакал. Где моя Ника? Где моя Ника? Потом такой, ну, еще не пришел в себя открывать глаза. Я в больнице. Такие как бы мысли были. У меня было ощущение, что лежит не четырехлетка. Но еще нет четырехлетка, но скоро будет. А взрослый человек реально. Вот. Находимся мы на Подвысоцкого, 4Б. Это седьмая больница. У нас тут вид, кстати, очень хороший. Видите, машина моя под... Можно сказать, можно наблюдать и не переживать. Здесь можно гулять. Тут есть детская площадка. Вот. Тут парк. И такой маленький парк для... Ну, кто приходит проведывать. Можно на лавочках посидеть. Ну, в общем, вот так вот. Гости у нас еще не все разъехались. Поэтому надо же как бы и с гостями время провести. Но я пас. Сначала первый день. Перед пятницей у меня была работа. И я не смогла. Мы увиделись уже на свадьбе там с некоторыми. Только с сестрой я много времени проводила. Потому что она у меня остановилась. Вот. А дядя с тетей, они остановились у брата. То есть не у брата, а у моего бывшего мужа в доме. Но мой брат как бы их везде возит. Все стоя маленький. Вот. В палате две кровати. То есть это, можно сказать, как отдельная палата. Там есть туалет-душ. Что тоже очень удобно выображает. Ну, в общем, вот так вот. А ну, покажи свои зубки. Вот, да, вот там. Но не так все страшно. Только единственное, что зубы теперь кривые. Они у него были такие ровненькие, красивые. А теперь они все кривые. И они друг от друга на расстоянии. Вот. Но они выпадут. Это ж молочные. То есть дай бог, чтобы они не выпали. А выпали, когда уже надо будет, чтобы они выпадали. Вот. Но я за десна как бы переживаю. Ну, чтобы прикус не поменялся. Потому что когда... Да, красный. У него сейчас еще температура после операции. Сказали, еще держится. Да, и этот антибиотик. Я так не хотела давать антибиотик. Они говорят, нельзя не давать. Потому что послеоперационный период, чтобы не было никаких неприятностей. Что еще? А, и по поводу прикуса. Когда вот это все случилось, у него вот так вот было. Вот так. Борода как бы ушла вперед с челюстью. Это было... Страшно было на это смотреть. После операции нормальный стал. Фух. Девочки, вы мне писали, что у многих были там похожие ситуации. У кого-то вообще похлеще было. И девочка мне написала, что у нее малышка выпила жидкость. Ой, забыла какую. Но, в общем, опасную. И был ожог и этого... И кишечника, и желудка, и здравоохода. В общем, тоже я читала. У меня мурашки покошили. Но они там у них вообще... Они месяцами питались через трубочку. То есть у нас полегче. Но стресс вот правда. Вчера у меня было такое ощущение, что я посидею. И когда... Знаете, когда с вашим ребенком что-то происходит, ты начинаешь многие вещи понимать и ценить. И я маме вчера говорю, мама, как ты все перенесла? Потому что, ну, в моей жизни, то есть со мной много что происходило. И мама тоже стояла под операционными. Но у меня там серьезные моменты были там между жизнью и смертью. И как мама это все как бы пережила, если честно, я не понимаю. Потому что, ну, тут вот такое. И у меня было вот ощущение, что у меня ноги подкашиваются. Ну, короче. Дай бог всем деткам здоровья. Надеюсь, что завтра-послезавтра уже нас выпишут. Демка бодрячком, мужичок, на мультиках, на книжках. И вот так вот. Через два дня выписали, вернулись домой. И, в принципе, он ест уже, ну, конечно, печенье, конфеты, такое ничего не ест. Но там бананы, что-то перекручивается, что-то он, в принципе, самостоятельно ест. Понятно, что мясо, например, блендерится и там котлетки. Ну, то есть что-то перекрученное, что жевать, в принципе, особо не надо. Но он уже привык жевать вот задними зубками. То есть он знает, что передними нельзя. И ходили уже к врачу. Ему после 20 августа можно уже снимать эти пластиночки и, в общем, наблюдать, что да как будет. Это мальчишки. Наверное, с девчонками тоже такое бывает. Но мальчишки, я Демиту говорю, ты, как бы, мужчин шрамы украшают. Вот. В принципе, он уже на третий день носился. Все как ни в чем не бывает. Эта история научила меня быть более внимательной к играм детским, но при этом понимаю, что относиться к некоторым вещам все равно надо чуть проще. Хотя в тот момент сложно проще. Это когда уже время проходит, ты уже думаешь, ну, вроде бы все нормально. Но в тот момент было очень страшно. Дальше продолжаю. Ну, после Демкина истории прошло, наверное, несколько дней. Все утихло, утихло, и я поехала сделала себе новое тату. Вот. Я взяла интервью у своего мастера тату, также взяла у Даши Вязовых. Она, кстати, раньше тоже снимала видео. Сейчас, как бы, у нее на канале есть видео, так что, в принципе, можете посмотреть. Но она активно начала делать тату. Поэтому скоро ждите видео о татушках. А после тату через пару дней еще, можно сказать, в пленке я уехала. Как вы думаете? Я три года этого ждала, и, наконец-то, мне удалось. Я уехала во Львов. Во Львове было там два дня, полтора, два. Ну, в общем, мало, но хватило, чтобы его посмотреть. И после в Карпаты, туда, вглубь, даже не в Карпаты, а при Карпате, это за Трусковцом, где-то там в другой стороне, на день рождения. День рождения я не снимала. Может, парочку вам там видео или фоточек вставлю. Это поездка в Карпаты была очень такая веселая, такая потрясающая. Там же я сняла болтологию, которая вам всем понравилась. Это мне приятно, очень здорово. Вот. Там я была тоже, наверное, дня два, по-моему. Я уехала вообще из Киева на четыре дня. Мама осталась с детками, а Ника уехала в Карпаты тоже, только в другую сторону в лагерь. Поэтому у нас, знаете, такое лето очень-очень насыщенное. То есть Одесса, Карпаты, ремонт, какие-то постоянные там покупки в плане именно там, ну там, для дома. Ладно, не буду забалтывать, смотрите дальше видео. Ну что, продолжаю свой влог. Думала снимать, не снимать, но решила снимать. А я в тату-салоне. За мной мастер, это Алексей. Он делал тату у меня на этой руке, то есть вот это вот дерево, мою мандалу. И сейчас будет продолжение дерева. Вот. Там много моих мыслей, но это отдельное видео, которое тоже скоро выйдет на канале. Ну что, приступаем. Как думаете, где я? Подсказочка. Кто был, наверное, знает. по- operationalу. Мастер-классик, по-салону. Мастер-классик, по-салону. Кам' салону. Субтитры сделал DimaTorzok У меня есть теперь такая штука. Бензиновый генератор. И теперь мне не страшна гроза. Только осталось его подключить. Жду электрика. По идее прикольная штука. Мобильная. Через кнопочку. Съемочная группа. Съемка в съемке. Что-то будет интересное. Снес-кафе 3 в 1. Что? Снимаюсь для ролика Нес-кафе 3 в 1. Читаю сейчас свой текст, который должна говорить. И я, кстати, сама писала. Одна локация уже была. Сейчас приехали на вторую. И потом будет еще и третья. Ролик, когда выйдет, он выйдет осенью. Я вам его покажу. Это для канала именно Нес-кафе. Но себе на канал я тоже вставлю. Посмотрите, как. Это тоже происходит. Это все на тему, как ты зарабатываешь деньги. Вот так вот. Поехали. Еще. Еще раз. Теперь привет. Я запрошу к Анне. Я сейчас на презентации новой лудовых помад, таких как блесков для куб от Mary Kay. Я чуть-чуть опоздала. Тут уже, в принципе, все все нанесли. А я опоздавшая. Но все равно я успеваю. И сейчас будем наносить. У меня просто яркое платье. И я думаю, какую. Яркую помаду или такую нюдовую. Но, скорее всего, что это будет нюдовая. Перед тем, как мы нанесем помаду, нам надо губы отскрабировать. Что мне сейчас и сделали. Вот, да. Специальный такой скраб для губ. Он очень вкусный. Я его чуть не съела, скажу честно. И губы сейчас так бегут, и такое ощущение, как будто они губки большие. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот она. Я, до и после. Продолжение следует.